Приветствую вас, братья и сестры! Мы с вами путешественники в эти дни, в предшествующие сегодняшний по пещерам Киево-Пещерской Лавры. Сегодня, потихонечку продвигаясь по тем темным галереям, подойдем к двум гробам, стоящим друг напротив друга. Это гробы святого Иоанна Многострадального и лежащего напротив него Моисея Угрина. Оба этих святых человека интересны для нас тем, что оба они страдали и победили. Одну и ту же беду, имя которой блудная похоть. В истории церкви есть человек, называемый Многострадальным. Это Иов. Каждый, читавший Библию, человек знает об этом великом, удивительном муже, жившем до Моисея, не только до Христа, до Евангелия, но даже до Моисея и Закона. Это человек, который был справедлив, праведен, богобоязнен, который был удалявшимся от зла, который тяжко страдал по попущению Божию от лукавого и потерпел огромное количество бед. Этим именем он назван в сознании церковном. Иов Многострадальный. Этим же именем Господь Бог назвал человека по имени Иоанн. В сознании церковном Иоанн Печерский Многострадальный. Но страдал он не от того, что терял детей, как Иов, или терял имущество, или от того, что друзья, окружая его, садясь возле него на землю, укоряли его и осуждали его, как это было с историей Иова, когда Иов был не понят ни друзьями, ни женой, ни кем бы то ни было. И проказа не страдал Иоанн, как Иов. То есть ничего того, что было у Иова, не было у Иоанна, но имя у них одинаковое. Иоанн страдал от одной только вещи – от блудной похоти. Эта блудная похоть совершенно чрезъестественная, не утоляющаяся никак и ничем, растущая, грозящая человеку, как бы, значит, незринутся в самую бездну всякого разврата и порока, сжигала его изнутри. И он, не давая никакого выхода этой страсти, сдерживая себя, несказанно внутренне страдал. Ища помощи, он обратился к игумену с советом, что делать, потому что, вроде бы, блудная страсть угошается от поста. Не едущий, не пьющий человек, стягивающий чрево, он, естественным образом, погашает движение страсти. То есть, чтобы сдержать находящийся под чревом, нужно сдержать сначала чрево, говорили древние. Это естественно. Но он делал это, а оно не помогало. И постом иссушился, а всё равно похоть не погашалась в нём. Он молился и плакал, и преклонял колени, и творил всё, что мог монашеское, но не получало слабо. Игумен посоветовал ему для того, чтобы удалиться от всякого соблазна, закопаться в пещере выше пояса, где-то по грудь, для того, чтобы никого не видать. Потому что даже взгляд на любое лицо, старика или юноши, или девушки, или младенца, возбуждал в нём ещё большую бурю этих похотливых стремлений. Такие, значит, неестественная борьба уже не с собой, собственно, но с дьяволом, разжигающим в тебе чудовищное похотение. Чтобы никого не видать, на четыре десятницы на Великий пост он был закопан по грудь в пещере, где с псалтирю, лежащей перед ним, проводил долгие дни и ночи, почти ничего не едя и не пия, молясь Богу и чувствуя, что огонь не гаснет. И после тех многих трудов, наконец, тот бес, который мучил его, явился ему снаружи в виде как бы змея, нечто такое похожее на дракона, что ли, такого ужасного существа, огневидного, огневидного, как бы пылающего огнём. Змей приблизился к Иоанну и проглотил его голову, заглотил его в себя. В этом состоянии, как Иоанна в очреве кита, Иоанн возвал к Христу с молитвой, краткой и горячей. Может быть, как Пётр, когда тонул Пётр, он кричал, Господи, спаси меня, погибаю. И в ответ на эту молитву благодать Божия совершила милость. Змея-то исчез, и страсть потухла. И Иоанн взмолился Богу с удивлительным вопросом, где же ты был до сих пор в Иисусе, почему я так тяжело страдал. На что получил ответ, подобный тому, что получил и Антоний Великий однажды, что где ты был, Господи? Он говорит, я был рядом, видя, значит, твое терпение, испытывая твое терпение. Иоанн получил ослабу и спокойствие от блудной похоти, которая была в нём не столько естественной уже, сколь неестественной от бесовского этого рождения. И получил власть над блудной похоти, над блудными бесами. Вот когда мы говорим часто о вычетках, о разных изгнаниях, экзорцизмах, мы должны понимать очень простой духовный закон. Нельзя изгнать из кого-то того, кого ты в себе не победил. То есть человек может иметь власть над нечистой силой и изгонять её из кого-то или из какого-то места, значит, только по мере того, как он сам внутри себя попрал и победил её, и не дал ей в себе места. Это непременные условия настоящего. Изгнание, исцеление, заклинание. Это экзорцизма так называемого. И вот Иоанн, победивший в себе это, дал возможность ему, Бог и другим, помогать в этом. А напротив него лежит тело святого Моисея Угрина. Угрина, значит, венгер. В те далёкие годы, X, XI, XII век, несколько далее, чётких границ не было. Вы понимаете, не было межевых столбов между державами, не было пограничных застав в сегодняшнем понимании. Тем более не было таможенных деклараций, заграничных паспортов. Люди спокойно перетекали из страны в страну. И при общности языка твёрдость границ вообще не чувствовалась. То есть знали, что это село уже польское, там короля Болеслова, допустим, а это село уже русское, там, князя Владимира, там, или его сына Ярослава. Но чётких таких границ государственных не было. Люди мигрировали довольно свободно. В отличие от сегодняшнего времени, когда мы, в общем-то, так живём в тюремных условиях таких, если присмотреться с визами, с допусками разными, с опечатками пальцев разными, там, скоро у нас будут брать слюну и там, значит, и кровь по капельке нам даже в компьютер занести. То есть мы живём в таком электронном жёстком мире. Тогда такого не было. Моисей был угрин, то есть из Венгрии пришёл на Руси, имел желание монашеской жизни. Так получилось, что оказался он в Польше. В Польше оказался рабом, пленником одной богатой полячки, которая полюбила его страстью, которая может зажечься в такой зрелой женщине, в молодому человеку. Нечто подобное было со святым Иосифом в Египте, когда богатая египтянка полюбила его юношескую красоту. И невинность, что особенно важно, поскольку в невинности есть такое благоухание, зовущее к себе всех. Невинность страшно соблазнительна. Почему человеку-девственнику, девственнице необходимо выдержать некое расстояние с миром, ибо он соблазнителен, особенно для грешных людей. Вот этот юный, невинный человек, желавший быть монахом, но попавший в плен, Моисей, уведенный в плен, стал объектом страсти для женщины зрелой, вдовицы, которая знала мужа, но теперь была одна, и она хотела сделать его своим мужем. Моисей испытал страшную борьбу. Моисей испытал нечто подобное тому, что испытал Иосиф в Египте. Она всячески склоняла его к тому, чтобы он жил с нею. Она возила ее по полям, показывая, насколько она богата. Сажала его за роскошные стыла, одевала в красивую одежду. Она, в конце концов, лапзала его и тянула к себе в кровать силой руками, как это делала та же развратная египтянка. В конце концов, она склоняла его на разговоры богословские, говоря, что пусть ты хочешь Богу служить, но разве Авраам не был женат? Разве апостол Петр не имел жены? И мудрые люди помогали ей в этом, склоняя Моисея к сожительству. Но он твердил одно – хочу быть монахом, не хочу этого. Трудно нам тоже это понять, потому что, знаете, маленькая боль побеждается большой болью. Если ты порежешь палец, тебе будет больно. Но если вдруг заболит у тебя, например, при порезанном твоем пальце, например, несносно заболит сердце, голова, печень, не знаю, что еще, то маленькая боль забудется, будет болеть большое. Так же и с любовью. Маленькая любовь погашается большой любовью. В Моисеи горела большая любовь, и эта маленькая земная его не удовлетворяла. В конце концов, она била его, слуги били по ее приказу, а еще, в конце концов, как известной пьесе Островского «Так не достанься, что никому», она его изувечила, то есть оскопила, для того, чтобы он никогда не смог жениться ни на ком, и ни одна женщина не могла бы насладиться жизнью супружеской с ним. Искалеченный, еле живой, Моисей пришел в Печерскую лавру, где тоже получил власть над страстной похотью, и помогал тем монахам и мирянам, которые мучились от нее и не могли защититься и справиться. Эти два подвижника легли рядом, имена их Моисей и Иоанн, и туда, в пещеры, к ним приходят те, кто мучается от этой похоти, а от нее мучаются многие, и сам мир нас сегодня тащит туда, в эту похоть, благодаря искусственно расставленным силкам и сетям. И знайте эти имена, братья и сестры. Иоанн многострадальный, и Моисей угрин, два человека, увенчавшиеся целомудрием, победившие блудного беса, и, несомненно, помогающие тем, кто тоже стремится к целомудрию и страдает в борьбе за него. Вот наше сегодняшнее краткое путешествие, следующее путешествие, откроет нам нечто новое и не менее важное. Будьте Богом хранимы, будьте под покровом Девы Марии и святых угодников Печерских. До скорой ночи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok